Это программа Через Край. Здравствуйте! На этой неделе официально вступил в должность главы Краснодарского края Венемин Кондратьев. На инаугурации он выступил с несколькими важными заявлениями. По сути, губернатор обозначил векторы развития Кубани на ближайшие годы. Акцент снова сделан на проекты, ориентированные на реальную жизнь. Решение проблем обманутых дольщиков, строительство школ, детских садов, спортивных объектов, развитие села, курортных территорий. О перспективах региона, которые обозначил губернатор, поговорим в ближайший час. Хочу представить вам гостей, с которыми мы начнем программу. В студии у нас заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края, председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский. Приветствую вас. Добрый вечер. У нас в студии также Александр Полиди, экономист, член общественной палаты Краснодарского края. Приветствую вас. И Сергей Косогор, руководитель проекта по цифровизации АПК Центра технологического трансфера Высшей школы экономики и также член общественной палаты Краснодарского края. Приветствую вас. Добрый вечер. Хотелось бы начать программу с темы агропромышленного комплекса, развития сельских территорий. Мне кажется, для нашего аграрного края, где множество населения живет все-таки, так скажем, на селе, это очень актуальная тема. И, в общем-то, этой теме был посвящен и вчерашний разговор президента с вновь избранными губернаторами, переизбранными, избранными. Вот в том числе и Краснодарский край был отмечен как один из регионов, который успешно справляется и с развитием территории, показывает достойные результаты в сборе урожая. Я бы хотела, знаете, наверное, начать, может быть, с высказывания даже нашего президента Владимира Путина, как он оценивает развитие сельских территорий, развитие агропромышленного комплекса в нашем регионе. Давайте послушаем его оценку и дальше уже обсудим те моменты, которые еще нужно развивать в нашем регионе. Безусловно, Краснодарский край является одним из признанных и естественных лидеров в области сельскохозяйственного производства. Хочу воспользоваться случаем. Надеюсь, что такая возможность еще будет. Но вот и сейчас хочу поблагодарить селян за результаты работы и в этом году. Они впечатляют практически по всем направлениям. Но что самое главное, это то, что сельское хозяйство в целом стало у нас, кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что это произойдет. А это произошло, стало одним из локомотивов движения всей экономики вперед. Это, конечно, замечательный результат. Но он не будет таковым, если постоянно не уделять этому должного внимания и не поддерживать сельские территории, сельхозпроизводство и людей, которые на этих территориях проживают. У нас программы соответствующие есть. Я вас прошу вместе с правительством, так же, как и других руководителей регионов, дорабатывать вопросы, связанные с социальным развитием села. У меня в этом отрывке из речи президента интересует сразу несколько моментов. Я вот, Сергей Николаевич, начну с вас. Для Кубани и для Южного федерального округа этот год сельскохозяйственный был непростым. В начале заморозки, потом засуха. Тем не менее, урожай собрали и сейчас уже озимые приступили к севу тоже урожая. На ваш взгляд, насколько наш регион готов был к вызовам природы, к вызовам в том числе и эпидемиологическим? Но, слава богу, это не отразилось на работе аграриев. Насколько сегодня наш регион в АПК удается ему удерживать лидерство и развиваться? Очень хороший вопрос, поскольку есть по нему много чего сказать, потому что на Кубани традиционно высокая культура земледелия. И только вот такие катаклизмы, как погода или иные такие вот случаи могут как-то сдерживать наших сельхозпроизводителей. На мой взгляд, необходимо подметить, что мы находимся на юге России. У нас много возможностей использовать те технологии, которые есть в сельском хозяйстве. У нас есть научная база, у нас есть те площадки и опытные хозяйства, где можно ознакомиться с теми достижениями, которые есть в области сельского хозяйства. Поэтому вы абсолютно правы. Сельское хозяйство, конечно же, готово к таким вызовам. И на мой взгляд, даже в том числе благодаря тому, что из года в год увеличивается поддержка и выделение средств на аграрное страхование. Вот в этом году Краснодарский край также поддержал это направление. И сельхозпроизводители имели возможность застраховать свои посевы. Поэтому те катаклизмы, которые были вызваны погодой, они снивелировались тем, что наши аграрии применяют достаточно хорошие технологии. Даже в этом году Краснодарский край был лидером по внедрению цифровых технологий. Поэтому здесь комплекс этих мероприятий, в том числе применение хороших семенных материалов, последних средств защиты, позволил собрать хороший урожай даже в таких непростых условиях. В условиях погодных, в том числе тех условиях, которые нам предъявила пандемия со своими ограничениями, перемещениях тех или иных грузов. И вообще ограничительными мерами, которые были вызваны обоснованно. Но они некоторым образом отразились на сельскохозяйственном производстве. Но, повторяю, это минимально сказалось на результатах урожая. – Александр Анатольевич, вот вам в части, наверное, стратегии социально-экономического развития нашего региона до 2030 года хотелось бы задать вопрос, как одному из разработчиков этой стратегии, какое место прописывалось развитие АПК нашего региона в стратегии? И насколько, на ваш взгляд, все-таки это действительно локомотив, как говорит и президент, и губернатор? – Совершенно верно. Это центральное место, безусловно. Потому что благодаря экономико-географическому положению нет лучшего региона, нет лучших земель в стране, которые бы были настолько востребованы и конкурентоспособны в аграрном производстве. И вот агропромышленный комплекс, естественно, он не мог не быть стратегически важным и важнейшим для нашего края, но тем не менее, в стратегии развития края до 2030 года обозначено, что развитие АПК будет идти как умного и экологизированного комплекса, претендующего на глобальное лидерство. Что это означает? Это означает, что у нас, у наших аграриев, есть все предпосылки для того, чтобы не только быть узнаваемыми, не только быть востребованными, и не только быть, безусловно, конкурентоспособными внутри страны, но и предлагать свою продукцию на внешних рынках. Действительно, в прошлом году, даже, наверное, года два назад, АПК страны, как комплекс, вообще стал лидером в экспорте. И то, что уже такой постулат, что доходы от экспорта сельхозпродукции превысили доходы от экспорта вооружения, это уже свершившийся факт, но здесь огромное поле для того, чтобы продолжить поступательное развитие, как на внутреннем рынке, предлагая больше, лучше, качественней, доступней продукты, причем экологически чистые продукты, те, которые могут быть выращены у нас, благодаря, опять же, нашему климату. Но и плюс сыграть свою роль, заметную роль на глобальном рынке. И ведь спрос на кубанскую продукцию, которая на международном рынке отличается именно уникальностью, экологичностью, это, в конце концов, новая продукция, и часто она бывает очень востребована по причине маркетинга, по причине того, что это новое, это интересно. Поэтому и в стратегии края это обозначено, и я думаю, что это та данность, с которой мы уж точно будем жить. Николай Николаевич, а вот переходя к теме развития сельских территорий, прежде чем я вам задам вопрос об их развитии, я бы хотела обратить внимание телезрителей на речь губернатора, который до встречи еще с президентом, обращаясь к общественности нашего региона, как раз-таки тоже обозначил эту тему как одну из ключевых, которую нужно в нашем регионе поддерживать и развивать. Давайте послушаем. Принципиально важно, чтобы молодежь из села не уезжала. Вот что сегодня намного важнее. И здесь, конечно, мы должны работать на предупреждение. А для этого что должно появиться на селе? Ну, конечно, качество жизни и достойная работа. Вот сегодня мы должны максимально этот приоритет поддержать в рамках краевых государственных программ, для того, чтобы и качество жизни на селе поднять, и достойная работа с достойной зарплатой, которой недостаточно для того, чтобы молодежь из сельской местности не уезжала. И здесь мы должны не скрывать, не замалчивать, а признавать то, что сегодня есть, и что нам еще нужно будет исправить или максимально еще сильнее поработать над решением, в том числе и этих проблем. Потому что для агропромышленного комплекса, для нашего края, а мы гарант продовольственной безопасности страны, житница нашей России, это важно, чтобы молодежь на селе оставалась, высокопрофессиональная молодежь, и гордилась своей малой родиной. Вроде бы не такой большой кусочек из речи, но мне кажется, он вмещает в себя такой огромный пласт того, что сейчас делается, и что еще стоит сделать. Вот, Николай Николаевич, насколько наши сельские территории, мне кажется, вот законодательное собрание Краснодарского края из созыва в созыв переходит вот та самая поддержка сельских территорий. Я еще помню и прежнего председателя, который тоже об этом говорил, и нынешний председатель законодательного собрания тоже говорит как раз-таки о поддержке наших сельских территорий. Вы абсолютно правы. Но вот я хотел бы начать с того, с чего вы начали эту передачу. У нас край хотя бы уникален тем, что половина населения, это очень много, живет в сельской местности. И у нас в этом смысле сбалансирован, в отличие от многих других субъектов, и промышленная часть, и урбанистическая часть, и сельские территории. Хотя вот есть флагманы прекрасного производства, которые не относятся к аграрному бизнесу, но тем не менее находятся в районах наших, а не, допустим, в пригородах Краснодара. Потому что там есть земля, там есть ресурсы, там есть хорошая логистика и так далее. Есть очень много причин. Вот коллега говорил, у нас есть уникальное сочетание портов, это входы-выходы для грузов в обе стороны, Черноморского, Азовского побережья, Предгорий, куда приезжает уже там нечислимые десятки миллионов людей отдыхать. И самые лучшие плодородные земли, на которые растет виноград, рис, которые в этом году из-за засухи, которые всех пугали, что там часть большая риса пропадет, наши аграрии вот просто смогли доказать о том, что применяя самые совершенные технологии, и работают там 24 часа в сутки, можно спасти практически весь урожай спасен. Хотя многие считали, что ничего не будет. Так вот это сочетание, к нему еще нужны руки, я прошу прощения, мозги и правильные решения. И губернатор совершенно точную вещь подметил. Если у нас полное население, живет в селе, для того, чтобы там развивалось доход с Краснодарского края от экспорта, допустим, зерна, семечковых, риса и так далее, ну, я думаю, там очень большой, необходимо, чтобы там были те условия, чтобы хотели, наоборот, ехать из города, жить. А для этого должна быть хорошая логистика. Я прошу прощения, там качественный широкополосный интернет, хорошие школы, больницы, шаговой доступности, кинотеатры, магазины, сервис, вообще качество жизни. Качество жизни сделать более высоким в селе проще, чем в городе. В городе слишком плотно все. И, ну, вот, извините, многоэтажки, это модно, красиво, но люди, допустим, в Москве обеспеченные, живут в Истринском районе. А в Москве имеют какую-то квартирешку, но живут там. Это очень важно. И приоритет на село, с точки зрения достойных условий жизни, вот, хорошие работы, хорошие зарплаты, абсолютно верный приоритет. Я был не так давно в Новокубанском районе, и смотрел новую ферму, живут наводчику колоссальную, которая открывается. Когда мне показали компьютерный комплекс, которыми будут управлять доярки по управлению процессом, вот, там, двойки коров, и сказали, размеры заработной платы, я просто там проглотил слюну, потому что вначале послышал, что я ослышался. Этого не может быть. Я говорю, какой же у вас конкурс на это место? Мне сказали, очень большой. Вот так должно быть в каждом районе, в каждом поселении. Вот, тогда у нас вообще будет, ну, я не знаю, качество жизни просто на порядок лучше. Николай Николаевич, есть такие хозяйства, которым нужна поддержка. Вот государство каким-то образом стимулирует развитие села? Направлений федеральных поддержки, краевых программ, вот, инвестиций, ну, их перечислять можно часами. Вот, я приведу простой пример. Еще буквально, ну, 15 лет назад, когда начали вкладывать первые деньги в отрасль виноградовства и виноделия, было столько скептиков. Говорят, да какой там дева, сумоляю. Ну, вот, будет, ну, такое дешевое вино, которое там туристы приезжают, будут там и потреблять. А сегодня кубанское вино через колоссальные инвестиции, через поддержку виноградарей с новыми сортами, с новыми винами вышло на европейский рынок. А уже никто не смеется. Вот, и в Москве понимают, что есть кубанские вина, которые по качеству лучше. Ну, или во всяком случае, там, на одном уровне ставят с европейским. 15 лет назад, это было бы сказка просто-напросто. Ребята, что хотите, рассказывайте. Хлебушек, да, рис там, да, вино нет. Вот это следствие поддержки отрасли, поддержки талантливых, энергичных людей, которые сейчас обеспечивают работой, причем высокооплачиваемой, огромное количество людей. Приедьте в Абраудерсо, посмотрите, как туристы со всей России вот так вот в двух руках тащат эти сумки с шампанским, что у них рвутся, у них там коробки вот так вот. Я был недавно, это видел своими глазами. Магазины выносят просто-напросто. Вот показатель. Ну, учитывая, Николай Николаевич, что Россия обошла в прошлом году Португалию, это же все-таки признанный такой участник мирового винного рынка, обошла. И все, а учитывая, что 75%, да, если не ошибаюсь, производится вина в нашем крае, то считайте, что вот вполне себе соизмеримые вещи. Александр, вот дискуссия хорошая, я подмечу, что вот буквально на этой неделе кубанские вина опять победили в Лондоне на выставке. Поэтому вот он ответ скептикам. Поэтому у нас есть чем угостить, чем накормить на Кубани. А я видел наше вино в супермаркете в Израиле. Я очень удивился, но действительно было кубанское вино. Ценник не говорите. Ценник не буду говорить. Сергей Николаевич, вот мы сейчас, вы говорили об агростраховании, Николай Николаевич сказал о поддержке виноградарей и виноделий. На самом деле господдержки действительно в отрасли много. Но вот мы не раз еще обсуждали в нашей студии, что некоторые аграрии не достучатся и не идут за помощью. Приходится местным властям чуть ли не заставлять обратиться в администрацию, чтобы получить господдержку. Почему до сих пор не удалось найти такой контакт? Над этим надо еще работать? Ну, я думаю, конечно же, надо. И в том числе создавать условия. Это создавать условия, чтобы больше тех людей, которые хотят, имели возможность поддать заявление на меры господдержки в электронном виде с помощью цифровых технологий. Ведь мы живем в рамках цифровой экономики. Поэтому вот эти все механизмы, которые позволили бы получить меры господдержки, их нужно развивать. А действительно, соглашусь с Николай Николаевичем, мер господдержки много. Они только отметили виноградовство, а еще элитное семеноводство. И софинансирование в рамках льготного кредитования. И много-много на животноводство. Поэтому просто нужно сделать, ну, как минимум, да, прозрачный механизм получения этих мер господдержки, в том числе с помощью цифровых технологий, чтобы не было каких-то, может быть, мыслей о том, что мне не достанется или еще что-то. Понятно, бюджет, он не безразмерный. Но если мы сделаем эту систему более прозрачной и более понятной, то будет больше и тех людей, которые захотят прийти за этими мерами господдержки. Поэтому здесь нужно просто работать в этом отношении, разъяснять. Все-таки, ну, большую работу ведут и депутаты законодательного собрания Краснодарского края на местах, разъясняя о том, какие меры господдержки есть, чтобы сельские территории развивались. Поскольку, ну, вот, свои предположения, слушая губернатора, да, вот сразу мысли возникли. Вот все-таки, начиная где-то с 90-х, у нас сельская территория-то воспринималась как производственная площадка или возможность уехать из города и как-то себя прокормить. Ну, доходов не было у многих, у большого количества населения. То сейчас нужно менять менталитет. Это, во-первых, да, экологически чистая местность, где можно построить дом. В том числе, вот, мысль, возможно, ну, не только сельское хозяйство, и Минсельхоз должен отвечать за это, но и Минстрой, разработать программу малоэтажного строительства, где эти дома появятся, а это сразу развитие инфраструктуры, развитие многих-многих направлений, которые будут стимулировать остаться человека работать на селе, в том числе в сельской местности. О задачах по развитию региона и задачах, которые поставил губернатор по развитию региона на ближайшие пять лет, поговорим в следующей части программы. Оставайтесь с нами. Это программа «Через край». Спасибо, что остаетесь с нами. Сегодня мы говорим о задачах, которые поставил губернатор Краснодарского края для развития региона во время своей речи на церемонии вступления в должность. И хочу представить вам гостей, которые присоединились к нам в этой части программы. С нами Евгения Шумейко, депутат Законодательного собрания края, директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства в Краснодарском крае. Приветствую вас. Добрый вечер. Ну вот давайте мы сейчас начнем с села уже уходить больше в такие экономические, социальные перспективы нашего региона. И у нас будет тоже несколько отрывков из речи губернатора. Вот хочется отталкиваться от того, что он видит на перспективу для развития нашего региона. Давайте послушаем первый отрывок о мерах господдержки. Уже мы говорили о них в прошлой части программы. Давайте послушаем, на что мы делаем акценты. Наши меры государственной поддержки – это инвестиции бюджета в развитие практически всех отраслей экономики сегодня в крае. Они дали свой результат. И даже невзирая на ограничительные мероприятия, пандемию, сегодня бюджет края восстанавливается. И это показатель того, что все инструменты и механизмы, и государственные поддержки, и в том числе приоритетность действий в непростой период в целом органов власти всех уровней дала свой результат, положительный результат. И за это, коллеги, я все-таки не удержусь. И хочу сказать спасибо огромное всем вам, в том числе вам, которые сидят в этом зале. Это были в большинстве совместные решения, очень взвешенные решения, глубокие решения. Решения где-то граничащие, в том числе и с неопределенностью, что же будет в итоге. Но в итоге мы приняли правильные решения, которые нам позволили, еще раз подчеркиваю, сегодня говорить о таком результате. С точки зрения экономической стабильности региона. Александр Анатольевич, ну вот если говорить об экономической стабильности, мы уже много раз с вами говорили, вот на сегодняшний момент выходим мы из того коронакризиса, который был у нас? Я буду осторожным оптимистом. Почему? Потому что вот та эйфория, когда мы вышли из режима жестких ограничений и произошел отскок, то есть когда очень быстро, и это визуально было заметно, стали восстанавливаться такие отрасли, с которыми мы сталкиваемся повседневно. Это ритейл, это сфера услуг, это транспорт. И вот определенная эйфория по этому поводу, она присутствовала. Тем не менее, мы понимаем, что слишком серьезные были ограничения, слишком большим был период, но здесь есть одно но. Экономика нашего края очень сильно отличается от экономики других российских регионов, именно потому, что она ориентирована на конечное потребление. Вот все наши флагманские комплексы, АПК, курорты, туризм, транспортно-логистический комплекс, промышленный комплекс, это все заточено, ориентировано на конечное потребление. Но поскольку именно конечное потребление является наиболее консервативным драйвером, то есть это та подушка, скажем, безопасности для экономики, которая ведет себя очень консервативно. Поэтому я и говорю, что я осторожный оптимист. Я не буду говорить, что это какая-то такая абсолютно благостная ситуация, которая не имеет никаких последствий. Да, естественно, последствия есть. Но мы прошли отскок. Мы поняли, что есть предпосылки для того, чтобы посткризисное восстановление было приличными темпами. И здесь нужно отдать должное, что я хочу это подчеркнуть, что наш край был первым регионом, который ввел дополнительно к федеральным мерам поддержки бизнеса еще собственные поддержки бизнеса тех отраслей, которые для нашей региона являются приоритетными и флагманскими. Николай Николаевич, а я хочу еще обратиться к нашим социальным обязательствам, социально ориентированному бюджету. Давайте вот расскажем, приходилось ли от чего-то отказываться по социальным объектам? Ну, вот как-то коротко скажу нет и не собираемся. Это во-первых. Более того, я скажу, что мы собираемся наращивать. Мы всегда говорили, говорим о том, что у нас социально ориентированный бюджет, но слова, цифры, это понятно для экономистов, финансистов. Люди понимают в количестве, допустим, живых объектов. В новых школах, в новых детских садах, в новых поликлиниках. Вот буквально на днях были в Кавказском районе, там достраивается, уже там последний лоз наводится, новый офис врача общей практики. В Станице, которая уже на границе со Ставропольским краем. Ну, то есть не то, что там в Кропоткине, а просто реально там на самой окраине. Знаете, какое-то будет классное место. Мало того, что там будут уникальные специалисты работать, начиная там от просто врачей, гинекологов, стоматологов, ну, там целый перечень УЗИ, там не носят сценарий. Это становится в таких точках, местом, куда собираются люди просто так, точкой показа. Там хорошая парковка, хорошее освещение, там сплиты, извиняюсь, работают, и туалет прекрасный. Вот таких вот офисов врачей общей практики мы количество не уменьшили, а увеличили. Центры онкологической помощи, ЦАОПы, так называемые, мы количество их тоже увеличили. Понятно, что, допустим, хотелось бы там 100 штук сделать, а мы просто увеличили, допустим, на 20-30 процентов. Но мы редкий субъект, ну, там, если не считать Москву, там, допустим, Московская область, который не только не сворачивать начал социальные программы, потому что деньги кончились, а мы начали наращивать эти все вещи. То же самое касается детских садов, которые очень важны, и школ, которые, ну, вот самые животрепещущие темы. И результат, вот, знаете, это уже не слова. Можно подойти, потрогать новую школу, посмотреть на детей, которые, дай бог, будут ходить, если нас там новые ограничения не зацепят. Но в любом случае пандемия пройдет, а эти объекты останутся. У нас такого темпа строительства соцобъектов, ну, не было лет 20. Вот я могу просто по цифрам доказать. И это двойне сложнее, это очень неприятно для нашего Минфина, потому что он там, ну, просто там ужом выкручивается, ну, где же взять деньги? Губернатор сказал четко, все взятые обязательства ранее, которые мы брали до ковида, вот, до экономических ям, мы выполним. И некоторые мы решили, там, я извиняюсь, увеличить, потому что это важно для людей. И еще одна задача, которую губернатор ставил, и когда 5 лет назад пришел, и сейчас вновь продолжает настаивать о том, что градостроительная политика у нас меняется, и уже поменялось. Решение проблемы обманутых дольщиков тоже один из приоритетов. Я предлагаю вначале послушать слова губернатора, а потом Евгению Владимировну обсудим его. Давайте послушаем вместе. Мы по-прежнему большое внимание будем уделять проблеме обманутых дольщиков. В 2023 году планируем закрыть этот вопрос. Обманутые дольщики – это проблема, где еще 3 года назад мы не знали, как к ней подступиться. Огромное количество, тысячи, тысячи людей, которые назывались теперь уже в большей части, в прошлом, обманутыми дольщиками. Но пока последний дольщик не получит свою квартиру, эта проблема с моего контроля не снимется. Еще раз подчеркиваю, мы знаем, как эту проблему закрыть, как перелистнуть эту страницу с обманутыми дольщиками. Но главное, чтобы она больше никогда не писалась. Евгения Владимировна, как удается перелистывать эти страницы? Действительно, восстановление прав граждан-участника долевого строительства уже не первый год идет. И несколько лет назад было создано по поручению губернатора межведомственная комиссия, куда вошли все ведомства, которые занимаются и как-то как-либо участвуют в достройке проблемных объектов. И правоохранительный блок туда вошел, потому что заведено было большое количество уголовных дел на строителей, которые оставили эти дома, так скажем, бесхозными. В 2018 году мы одними из первых в наш регион по поручению губернатора совместно с прокуратурой, депутатами законодательного собрания, был разработан закон о дополнительных мерах 3792, который помог привлечь для достройки проблемных объектов огромное количество инвесторов. Удалось решить те вопросы, которые годами стояли нерешенными, с 2012-13 годов. Выделена субсидия была на достройку инвест непривлекательных, на которые уже не шли инвесторы. Объекты 5 домов, которые по поручению губернатора были достроены с помощью вот этих вот прямых субсидий из бюджета краевого. И вот в прошлом году был создан наш краевой фонд, который при софинансировании с федеральным, достраивает те объекты, которые находятся в реестре инвест непривлекательных и состоят в едином реестре проблемных объектов. На сегодняшний день 8 объектов уже переданы права застройщика банкрота нашему фонду и осуществляется процесс достройки этих домов. Буквально на прошлой неделе прошел наблюдательный совет, на котором было передано, принято решение о достройке еще 5 домов. Это ЖК «Жемчужина» и ЖК «Снежная королева». И буквально сегодня мы подали заявление о намерениях стать приобретателем этих проблемных объектов. Отправили заявление в Минстрой, арбитражному управляющему и в арбитражный суд для того, чтобы уже получить определение суда. Вот мы с вами регулярно встречаемся в этой студии. Мне кажется, вы каждый раз приходите с хорошими новостями. То этот дом, то следующий. Вот как раз берете, берете и потихонечку дело движется действительно к завершению. 23-й год, на ваш взгляд, это действительно тот срок, когда мы сможем закрыть эту книгу с обманутыми дольщиками? Вы знаете, уже можно сказать уверенно, что на сегодняшний день мы понимаем все механизмы по всем домам. То есть есть единый реестр проблемных объектов всероссийский, в котором в Краснодарском крае состоят порядка 260 объектов проблемных. Но этот реестр формируется за счет не только тех объектов, на которых нет решения водостройки, но и тех объектов, в которых есть отставание более чем на 6 месяцев. И на сегодняшний день Департамент по надзору этот реестр структурировал таким образом, что он выделил те объекты, которые самостоятельно достраивают сами застройщики, но по какой-то причине у них произошло отставание от графика. Есть объекты те, которые достраиваются по механизмам нашего краевого закона 3792 с привлечением инвесторов. Есть и объекты, которые переданы в реестр на софинансирование федеральным фондом. То есть по сути из этого реестра общего по всем объектам определены механизмы. И на сегодняшний день мы понимаем, что действительно в 2023 году уже будут запущены эти все механизмы. То есть уже будут проведены наблюдательные советы федеральным фондам с определенным решением о достройке или о выплате компенсации. Уже какие-то объекты, которые приняты инвесторами, будут достраиваться в процессе достройки. По каким-то уже будут выданы ключи, люди получат свои квартиры. То есть на сегодняшний день уже действительно механизмы есть, и они понятны, и они прозрачны. Еще такая вот переходя строительная тема, это инженерные коммуникации. Мне кажется, это важно для всех отраслей, потому что ни инвестиции не зайдут, ни дом не построится, если не будет того, о чем я говорю. И вот у нас буквально вчера, по-моему, вышла новость, опять же, что губернатор подписал постановление о выделении средств на проектирование объектов ЖКХ в муниципалитетах, причем курортных территорий. Вот, Александр Анатольевич, если говорить о коммуникациях, инфраструктуре, насколько это важно в части развития бизнеса? Это ключевой фактор, и это именно один из тех проблемных факторов, которые тормозят инвестиционный процесс, которые тормозят поступательное развитие тех отраслей, которые нуждаются в инфраструктуре. А это фактически флагманские отрасли, это промышленность, это транспортно-логистический комплекс, это курортный комплекс. Вот один момент такой, да, вот мы в стратегии определили, что курортно-рекреационный комплекс нашего края, будучи абсолютно уникальным и будучи абсолютно приоритетным, также претендует на свою роль, на свое место на глобальном рынке туристических услуг. Одну цифру приведу. Мировой рынок туристических услуг, если брать допандемический период, растет на 11% в год. При том, что мировая экономика растет на 3% в год. Вот считайте, что туристические истории в 4 раза большими темпами почти что растут, по сравнению, вот в среднем. Понятное дело, обладая таким колоссальным потенциалом, а все-таки нужно понимать, что на территории нашего края есть все факторы, которые способны сыграть в пользу туризма. Это и пляжный туризм, это и горный, это и спортивный, и развлекательный, и зрелищный, и агротуризм, о котором мы вот только что говорили, можно перечислять. Но инфраструктура является очень сдерживающим фактором. Давайте посмотрим, что буквально последние недели происходит на наших курортных территориях, когда жуткая нехватка воды, колоссальная нехватка воды. Конечно, это понижает инвестиционную привлекательность и потребительскую конкурентоспособность наших курортов. И решение этих вопросов, оно не может быть вот по щелчку. Потому что инфраструктура, во-первых, это коммерчески не очень эффективные вещи. И для бизнеса, который реализует инвестиционно-привлекательные коммерческие проекты, это отягощение. Без помощи государства, без воли, в частности, региона, эту проблему не решить. Например, вот сейчас всерьез обсуждается, и я думаю, что это дойдет до логического завершения, проекта преснения воды, как наиболее реалистичный для снабжения водой курортных территорий. Но это дорого, это длинно. И вот те деньги и те проекты, которые выделяются сегодня на развитие этой инфраструктуры, более того, региональная власть подтвердила, что готова участвовать вместе с инвесторами, которые будут реализовывать вот те приоритетные значимые проекты, в том, чтобы помогать инвесторам в решении этих инфраструктурных зажимов. Что значит помогать? То есть добавлять то, что не коммерциализируется, то, что сложно, причему придать инвестиционную привлекательность, добавлять бюджетные деньги, добавлять механизмы гарантирования, механизмы субсидирования. То есть, понятное дело, что это дело не одного дня и даже не одного года, но здесь явно есть посыл и есть явно положительная динамика. Я хочу предложить вашему вниманию речь губернатора. Как раз послушаем то, какие он ставит задачи по развитию инфраструктуры в нашем регионе. Давайте посмотрим все вместе. Решение инфраструктурных проблем, прежде всего водоснабжения, энергоснабжения, в том числе и подводные инфраструктурные коммуникации к новым строящимся промышленным паркам, индустриальным паркам, промышленным нашим предприятиям. И сегодня я благодарен, в том числе, коллеги вам, депутатскому корпусу, за то, что финансирование инфраструктурных всех коммуникаций к серьезнейшим предприятиям, потенциально мощным предприятиям нашего края мы будем делать за счет средств кривого бюджета. Я считаю, что это очень серьезный стимул для того, чтобы новые современнейшие промышленные предприятия в нашем крае создавались, в том числе теми инвесторами, которые, я уверен, придут. Потому что условия, в том числе для инвестиционного потенциала, мы тоже создали достаточно успешно. Александр Анатольевич, какие у нас цифры стоят по привлечению инвесторов к 2030 году? Там большие цифры были. Они выходят за триллион. То есть это колоссальные инвестиции. Если мы даже посмотрим на разы, то объем инвестиций наращивается, если не ошибаюсь, в 3,5 раза. Это колоссальные деньги. И вопрос в том, что эти деньги ведь не возьмутся из воздуха. Это деньги, которые принесут частные, в первую очередь, инвесторы. Потому что инвестиционное развитие строится приоритетно на деньгах частных инвесторов. Если мы говорим об инфраструктуре, как-то дороги, транспорт, энергетика, водоснабжение и так далее, здесь, конечно, механизмы софинансирования. Но мы должны понимать, что тот уровень, на котором мы сегодня находимся, инвестиционной привлекательности, он достаточно высок. В частности, наш край по самому, пожалуй, авторитетному рейтингу занимает Агентство стратегических инициатив. И в шестое место среди 85 регионов страны. Для того, чтобы эту поступательную динамику не потерять, а ее, наоборот, нарастить, конечно, развитие инфраструктуры, это задача, наверное, сегодня все-таки номер один. Давайте поговорим о приоритетах развития нашего региона в следующей части программы. Оставайтесь с нами. Это программа «Через край». Спасибо, что вы остаетесь с нами. Сегодня мы говорим о торжественной церемонии вступления губернатора в должность и тех векторах развития региона, которые он обозначил в своей речи. Хочу представить вам гостей, которые присоединились к нам в студии в этой части программы. С нами председатель Совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев. Приветствую вас. Добрый вечер. И доктор социологических наук, первый проектор Кубанского государственного университета Тимыр Хагуров. Тоже вас приветствую. Добрый вечер. Я бы хотела начать наш разговор, все-таки, наверное, с одного из эпизодов выступления губернатора. Давайте послушаем, а потом обсудим. Пять лет назад, вступая в должность губернатора края, я говорил тогда и сейчас, повторю, что моя главная задача на этом высоком посту создать условия для комфортной и достойной жизни людей. Людей, которые проживают в нашем крае. Все эти годы я опирался на мнение жителей. Для меня было принципиально важно то, что говорят простые люди где-то в отдаленных наших даже населенных пунктах. И даже самый отдаленный населенный пункт, там, где живут люди, тоже должен быть комфортен для проживания. И поэтому все, что делал я, я максимально сверял с желаниями людей, с их обращениями, с тем, что они мне говорили, потому что смысл было что-либо делать, если это не нужно людям, если это не нужно жителям. И я продолжу сверять все свои решения, в том числе с населением края. Андрей Алексеевич, вот тот открытый подход и то желание слышать народ, то, что нужно сегодня населению Краснодарского края, на ваш взгляд, насколько это отвечает потребностям? Ну, я уже как-то говорил, что два с половиной месяца в крае ежедневно, за исключением выходных, работала мобильная приемная губернатора, и она не остановила свою работу и после выборов, и после инаугурации. Вот буквально мы уже с коллегами из Департамента внутренней политики традиционно обсудили график на ближайший месяц, и состоятся выезды в ряд муниципалитетов, где она побывала в самом начале, два с половиной месяца назад. Теперь начинается мониторинг выполнения тех обращений граждан, которые поступили на имя губернатора, на имя глав администрации. И первая стадия, она пройдена, теперь начинается контроль. И вот этот курс на прямое общение с людьми, минуя фильтры, муниципальные, чиновничьи и прочие барьеры, он поддерживался губернатором и самим лично, помимо мобильной приемной губернатора ежедневной, раз в неделю губернатор, его команда, все вице-губернаторы, советники выезжали в муниципальное образование по своему графику. И таким образом устанавливался прямой диалог, контакт с соблюдением, конечно, всех требований санэпиднадзора. В залах было до 100 человек максимум, но тем не менее, это было общение и на производстве, и на улицах. Поэтому это рождено жизнью, эта практика будет продолжаться вне зависимости от того, проводится это перед выборами или после выборов. Тимар Айтычевич, вот если говорить, так скажем, вот этом, наверное, даже ручном режиме немного, да, вот с точки зрения социологии. И насколько, можно ли говорить, что вот только губернатор должен отвечать перед людьми? Или все-таки это должна быть такая вот командная работа, в том числе и команда губернатора, которую в скором времени, да, мы узнаем, кто в нее войдет. Вот насколько это должна быть такой сплоченный единый организм, который будет отвечать на потребности общества? Ну, идет с точки зрения социологии. Ну, во-первых, скажем так, тактика и стратегия работы команды всегда задается первым лицом, это безусловно. Но у любой власти, неважно региональной, федеральной, руководства крупной корпорации, всегда существует риск отрыва от народа. Поскольку, ну, любой крупный руководитель, скажем, в статусе губернатора или выше, или главы муниципального образования, он взаимодействует в первую очередь с кругом ближайших заместителей. Он видит проблемы через призму статистики, через призму цифр, которые ему кладут на доклады. И отсюда вот естественный для любой власти риск, ну, так сказать, оторваться от чаяния, от повседневной жизни граждан. Вот, мне кажется, Владимир Иванович очень хорошо этот естественный риск осознает и предпринимает максимум усилий для преодоления вот этого разрыва. Отсюда его, ну, регулярные встречи с представителями общественности, институтов гражданского общества, это и совет при губернаторе, и общественная палата, встреча с лидерами национальных диаспор, с представителями тех или иных социальных групп, от, там, обманутых дольщиков до жителей тех или иных территорий. И попытка, ну, что называется, из вот первых рук получить информацию о состоянии на местах. Вот. И этот же настрой, ну, он передается и команде, и отсюда вот такой стиль работы. Я хочу сейчас предоставить вашему вниманию еще один отрывок из речи губернатора, как раз-таки о тех требованиях, которые выдвигает губернатор к своей команде. Давайте послушаем. Дорогие земляки, вместе мы много добились, но предстоит сделать еще больше. Ведь впереди масштабные проекты, которые ориентированы прежде всего на реальную жизнь. Обещаю вам, я сделаю все возможное, чтобы эти проекты не превратились в проекты, а были реализованы. Знаете, я считаю, что мы должны будем предусмотреть персональную ответственность должностных лиц любого уровня в крае за недостижение результатов вверенной им компетенции. И это принципиально тоже важно для всех должностных лиц нашего региона. Еще раз подчеркиваю, невзирая от уровня. Потому что когда ты ощущаешь на своих плечах ответственность, в том числе и дисциплинарно, результат получается намного лучше и быстрее. Просто находиться на своем рабочем месте для меня недостаточно. Если человек находится в кресле, тем более руководителя, он обязан достигать результата. С нами на связи сейчас политтехнолог Юрий Янкин. Юрий, здравствуйте. На связи вы слышите нас? Да, я вас слышу. Вы меня слышите? Тоже слышим прекрасно. Юрий, вот сейчас послушали отрывок из речи губернатора. На ваш взгляд, персональная ответственность как показатель результативности работы? Насколько эта формула у нас в регионе применяется и насколько она успешна? На самом деле это максимально успешная и единственная верная формула для должностных лиц, для чиновников. И здесь важно понимать, о чем говорит Вениамин Иванович. Понятно, что есть дисциплинарная ответственность, есть административная и иная ответственность, предусмотренная действующим законодательством. Но в данном случае губернатор, скорее всего, имеет в виду именно ту самую репутационную ответственность, которая очень важна для должностных лиц, потому что в случае, скажем так, безответственного поведения, то есть недостижения определенных результатов и стандартов, которые ставит губернатор, губернатор. Репутационные риски, они очень высокие, и привлечение, скажем так, дисциплинарной ответственности и возложение этой ответственности на чиновников в последующем может повлечь для них негативные результаты, в частности, ну, предположим, невозможности устроиться на работу, скажем так, и это очень важно. То есть каждый чиновник должен понимать, что он несет ответственность не только в рамках действующего законодательства, но перед самим собой, то есть перед своей совестью и, собственно говоря, перед населением всего Краснодарского края, потому что от действий или бездействий конкретного должностного лица могут зависеть судьбы тысяч людей. Какие сильные стороны команды губернатора, которая работала с ним в течение пяти лет, вы бы отметили? И что стоит добавить, чем стоит насытить команду, кем, может быть, вот в ближайшие еще пять лет? Ну, кем насытить, наверное, очень сложно рассуждать сейчас. Насколько мне известно и как озвучил, собственно говоря, губернатор те задачи во время своего обращения, он собирает, скажем так, ну, не то что новую, да, но пытается каким-то образом обновить часть команды в соответствии с высокими требованиями. И здесь надо сказать, что губернатор сам человек высоких стандартов и требований. И, соответственно, команда, которая действовала на протяжении пяти лет, она, в принципе, отвечает всем этим требованиям. Да, есть какие-то моменты определенные, то есть это в том числе человеческий фактор, но губернатор как бы видит эти все моменты и принимает в том числе в настоящий момент и кадровые решения, которые мы уже видим и увидим в ближайшее время. А с точки зрения, ну, сложно, наверное, сказать, вот те качества, о которых говорит губернатор, о персональной ответственности, я думаю, что в той или иной мере она присуща всем чиновникам. И важно отметить, что на текущий момент команда губернатора довольно-таки молодая, но при этом высокопрофессионально, что немаловажно, на самом деле довольно-таки редко встречается в других регионах, когда, собственно говоря, молодые люди, они достаточно профессиональны и поставленными задачами. Спасибо вам, Юрий, за ваше мнение. Андрей Алексеевич, вот если говорить о вашем мнении, на сегодня чего ждет губернатор от своей команды? Каких действий? Ну, выполнение тех решений, которые были приняты на стадии формирования стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 30-го года. С этой командой губернатор шел на выборы, с этой командой он победил на выборах. Естественно, что блок вице-губернаторов будет дополнен, и начались уже изменения на муниципальном уровне, как мы знаем, потому что, приезжая в каждый муниципалитет, губернатор всегда напоминает о том, что я у вас был 5-3 года назад, в прошлом году. Что сделано? Вопрос в главе муниципального образования. И, естественно, что теперь за все принятые или не принятые решения придется отвечать. Я полагаю, что жизнеспособная и мобильная, и, как уже сказал коллега, достаточно молодая команда губернатора, она в состоянии добиться выполнения тех задач, которые он обозначил в своей речи на инаугурации. Быть ближе к людям, создавать комфортные условия жизни для людей, и не какие-то абстрактные цифры, социально-экономических показателей, а конкретные результаты в каждом поселении сельском, в каждом хуторе. Газ, вода, детские сады, рабочие места. Вот над этим всем и предстоит работать в ближайшие 5 лет. Тимур Айтаевичевич, если говорить о Ваше мнении, чем еще нужно усилить команду губернатора? Мне тяжело судить, здесь, наверное, виднее руководителю. Я думаю, что любой руководитель от членов своей команды ожидает, в первую очередь, способность самостоятельно вести те направления, которые им поручены. Это очень важно, учитывая объем нагрузки управленческой, которая ложится на плечи губернатора, его ближайших заместителей, руководителей региональных министерств и так далее. Очень важно, чтобы человеку, которому поручили вести определенное направление, чтобы он мог самостоятельно его вести, чтобы это не требовало постоянного ручного включения. Мне кажется, это главное. Именно с такой целью Вениамин Иванович подбирает, формирует, переформатирует свою команду. Я хочу еще один вашему вниманию предоставить отрывок из речи губернатора. И мне кажется, он так красноречиво будет говорить о том, как в целом губернатор относится не только к своей команде, но и к самому себе. Давайте посмотрим. Для меня губернаторство – это не какая-то привилегия. Для меня быть губернатором – это огромная ответственность. Крепотливый, ежедневный, ежечасный труд. Притом принципиально важно не изображать деятельность, а максимально добиваться результата. Вот это сегодня главное для меня в моей деятельности на ближайшие пять лет – добиваться результата. Этого результата ждут люди, жители нашего края. И вот этот приоритет я не поменяю и ему не изменю. Моя команда, все мы, коллеги, сидящие в этом зале, вы тоже одна большая команда. Я уверен, максимально, что мы можем сделать, мы сделаем. Сделаем, чтобы добиться вот того результата, о котором говорят те, кто отдали за меня свои голоса. Те, кто отдавали голоса, их было очень много – 83%. Мы говорили с вами в этой студии, уже подводили итоги выборов. Какой запрос сегодня есть у людей? Вот помимо той открытости, которая уже есть, и строительства социальных, и инфраструктурных объектов, что еще сегодня хотят жители Кубани? Ну, если быть точным, это 2 миллиона 400 тысяч кубанцев отдали свои голоса за кандидатуру Венина Ивановича Кондратьева. Они ждут выполнения тех обещаний, которые были даны на всех уровнях власти, и в муниципалитетах, и на региональном уровне. И у них есть такой здоровый оптимизм в выполнении этих обещаний. Возьмем проблему обманутых дочек. Три года назад эта, казалось, тема накрыла Краснодарский край еще больше, чем столицу. Ну, при наших ценах по сравнению со столичными, люди, естественно, вкладывали деньги сюда, они были доступными, результат известен. Эта тема практически решена системно уже сейчас. Доводится до конца, приняты два года назад решения совместно с прокуратурой, с главой администрации. И это конкретный пример того, как решаются эти вопросы. Есть уверенность в том, вот почему не иссякает обращение в приемную губернатора. Потому что есть уверенность в том, что если об этом знает губернатор, то это не останется без последствий, это не будет, грубо говоря, замылено. Не погрязнет в кипе переписок, потому что есть управление контроля, есть час контроля. И за этим осуществляется тщательное наблюдение. Поэтому люди ждут улучшения в своей жизни, и они оправданы. Даже в такой сложный период, в который мы сейчас вступили, вся страна, пандемия. Но я хотел бы сказать, что многое зависит от нас. Не надо чего-то ждать. Надо самим в этом участвовать. Хотя бы в создании стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки. И вот масочный режим пресловутый, выполнение требований санэпиднадзора. Это то, чем мы можем реально, гражданское общество, я имею в виду, помочь губернатору в выполнении задач. Потому что можно вкладывать средства, финансы. Но если опять придется вести карантин, допустим, так, теоретически, то все усилия власти окажутся безрезультатными. Поэтому это наше общее дело, двигаться в одном направлении, поступать вперед. Тимур Ильичевич, а вам вопрос как первому проректору университета. Что сегодня хочет для развития молодежи, для развития Кубани? Вот как вы представляете их настроение? Ну, молодежь, знаете, это та часть общества, которая с таким задором и оптимизмом смотрит в будущее. Вот чем интересно самосознание студенчества, если сравнивать с самосознанием более зрелых поколений, оно всегда так оптимистично. То есть и свои жизненные возможности, и грядущие перспективы, они видят на ступеньку или две выше, чем это делал бы человек с большим жизненным опытом. И в этом, помимо всего, содержится огромный потенциал молодежи. Это динамичная часть общества. Это часть общества, готовая рисковать, тратить силы на создание нового. Вот очень важно обеспечить соответствующие условия. Условия в плане поиска работы, реализации себя, получения дополнительного образования. Для молодых семей, соответствующего сопровождения медицинского, образовательного, воспитательного, появления маленьких детей и так далее. Ну и мне кажется, вот здесь те шаги, деятельность в том направлении, которая подпринимается, она очень важна. Ну вот, например, строительство большого комплекса для одаренных детей, о котором губернатор говорил в день вступления в должность. Курировать этот комплекс будет Кубанский государственный университет. И мы это воспринимаем как очень большую ответственность. Потому что мы надеемся, что не все талантливые выпускники покинут регион и уедут в ведущие, так сказать, как это часто бывает, вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Многие останутся здесь в регионе и будут своей силой талант вкладывать в развитие региона. Я благодарю вас за то, что сегодня были с нами. Благодарю телезрителей, которые были с нами в течение часа. Это была программа «Через края». До встречи.